78-й беседный на Евангелие от Матфея Святитель Иоанн Златоуст говорит, что кроткий и смиренный Подражает Христу и в словах своих Будем подражать Христу по своим силам А когда сделаешься таким, то и сам дьявол Не может противостать тебе Ибо он знает царственное знамя и оружие Христова Которым был поражен Какое же это оружие? Смирение и кротость Ибо и Христос, когда победил Сокрушил приступившего к нему на горе дьявола То не давал о себе знать, что он Христос Но опутал его словами, как сетями Победил смирением, прогнал от себя кротостью Так и ты поступай, когда увидишь человека Приступающего к тебе со злобой дьявольской Так побеждай Христос дал тебе право употреблять И уподобляться ему по возможности Не страшись, слыша это А бойся не быть подобным ему Говори так, как и Христос Когда сделаешься подобным ему Сколько это возможно человеку Тот, кто говорит таким образом Больше того, кто пророчествует Ибо здесь дар, а там и труд твой, и подвиг Приучайся иметь уста твои Подобными устам Христовым Ты можешь сделать это, если только захочешь Известно это искусство, если только ты не беспечен Но как, скажи, сделать, чтобы были такие уста Какие для этого нужны краски и какая материя Не нужно для этого ни красок, ни материи Нужны только добродетель, кротость, смирение Посмотрим теперь, как образуются уста дьявольские Дабы никогда не иметь их Как же образуются Проклятием, ругательством, клеветами, клятвами Когда человек говорит, как дьявол То имеет и язык его Итак, какое будем иметь извинения Или лучше, какому Не подвергнемся наказанию За то, что не позволяем себе Произносить дьявольские слова Тем самым языком, которым Удоставимся искушать тело Христова Не будем позволять себе этого Но приложим все старание к тому Чтобы язык наш научился подражать Христу Если он научится этому То мы с большим дерзновением Предстанем на суд Христов Если же кто не умеет говорить таким образом Того судья не будет и слушать Будем же учиться тому языку На каком обыкновенно слушает наш царь Постараемся подражать этому языку В печали ли ты, смотри, чтобы малодушие Не изменило твоих уст И ты будешь говорить, как Христос Ибо и он был в печали о Лазаре и об Иуде В страхе ли ты, старайся так говорить, как Христос Ибо и он был в страхе за тебя Когда устроял твое спасение Говори и ты, впрочем, не как я хочу Но как ты Матфея 26 глава 39 стих Плачешь ли ты, плачь умеренно, как и он Терпишь ли клевету и скорбь Принимай все это подобно ему Ибо и Христос был оклеветом И он скорбел и говорил Душа моя скорбит смертельно В 38 стихе И во всем вообще Христос показал тебе пример Дабы ты соблюдал ту же умеренность И не нарушал данных тебе правил Таким образом Можешь иметь уста, подобные устам Христовым Находясь еще на земле Ты будешь иметь язык, подобный языку сидящего на небесах Когда будешь наблюдать умеренность в унынии В гневе, в печали, в скорби Сколько есть из нас, желающих видеть Христа И вот, если будем стараться Не только можем увидеть его Но и быть подобными ему Итак, не будем беспечны Не столько приятны для Господа уста пророков Сколько уста людей кротких и смиренных Многие скажут мне, говорит Господь Не от твоего ли имени пророчествовали И тогда объявлю им, я никогда не знал вас Матфея 7 глава 22 стих А уста Моисея, так как он был весьма смиренный кроток Моисей, сказано, был человек кратчайший Из всех людей на земле Числа 12-3 Так были приятны и любезны Господу Что он говорил с ним лицом к лицу, устами к устам Как друг со своим другом Теперь ты не имеешь власти над демонами Когда же будешь иметь уста, подобные устам Христовым То будешь иметь власть над огнем гиенским Будешь иметь власть над бездною гиенскою Скажешь ей, умолкни, перестань Марка 4 глава 39 стих И с дерзновением взойдешь на небеса И получишь Царство Небесное Господу слава в веки веков Аминь